В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Учитель начальных классов – это педагог, который разбирается в азах каждого школьного предмета. Эта уникальная профессия совмещает в себе множество качеств и профессий. А еще она самая гуманная, творческая и нужная, потому что является фундаментом всем остальным профессиям в мире. И сегодня в гостях у нас Гаюна Хатанзейская – учитель начальных классов, участница Всероссийского конкурса «Учитель года». Здравствуйте, Гаюна Роландовна! Здравствуйте! Гаюна Роландовна, расскажите, пожалуйста, как вы стали учителем начальных классов? Почему? С детства мечтали? Да, наверное, можно сказать и так. В детстве мы очень часто со своими подругами играли в школу. Опять же, у меня был замечательный пример. Моя первая учительница – Пенолея Варвара Петровна, которая стала для меня образцом. И по жизни мне хотелось следовать именно по ее стопам. Я думаю, она и стала тем человеком, который меня вдохновил на эту профессию. А сколько лет вы в профессии? На данный момент 13 лет. Вы помните свой первый класс, свой первый выпуск? Да, конечно, начинала я свою профессиональную деятельность в своем родном поселке, поселок Усть-Кара. Здесь работали замечательные люди, которые мне помогали с первых дней моей работы. По совместительству они были близкими друзьями семьи, поэтому здесь мне было очень легко на первых порах. Затем я переехала в город и, соответственно, работаю уже здесь, в первой школе. Галина Роландовна, было когда-то такое разочарование, что выбрали профессию, желание поменять? Честно сказать, был момент, когда я переехала в город, мне казалось, что я хочу чего-то другого. Я хочу однозначно работать с детьми, но решила попробовать себя в детском саду. Один год своей жизни я посвятила детскому саду, работала на второй младшей группе, дети 3-4 года. Замечательные детки, сейчас я их встречаю в школе уже взрослыми ребятами. И, в общем, по прошествии этого времени я точно знаю, что я хочу работать только в школе и больше нигде. Чем отличаются детки в саду и детки в школе? В детском саду воспитатель находится с детьми на протяжении всего рабочего дня. Нет вообще перемен. Мне кажется, это гораздо сложнее, нежели в школе. Занятия проводятся также с детьми по подгруппам. Здесь, наверное, попроще, потому что детей находится всего, предположим, 6 человек, а не 26, как это в школе. Мне кажется, сложнее, потому что они там маленькие, более-таки несамостоятельные. И помимо учебной деятельности нужно очень много времени уделить именно на какие-то организационные моменты. Вот здесь очень тяжело и эмоционально, и физически. А вот что касается подготовки ребенка к школе, да, очень много споров по этому поводу. Всегда и родители спорят, и я так понимаю, что педагоги тоже не пришли к общему знаменателю. А как вы считаете, нужно готовить ребенка до школы к школе или не нужно? Или он просто приходит как чистый листок в первый класс и учителю ему все дает? Готовность ребенка к школе, в первую очередь, это залог успешного усвоения школьной программы. Я хочу здесь отметить не умение читать и писать ребенка, а именно готовность эмоциональная к школе. Помимо того, дома должна быть доброжелательная обстановка, связанная со школой. Настраивай ребенка на то, что будешь учиться в школе, ты школьник, ты уже взрослый. Кроме этого, обязательно нужно сказать о том, что мелкая моторика рук должна быть развита у ребенка. Обязательно в школе мы много пишем, ручки устают. Правильное положение ручки при письме тоже обращать внимание здесь уже даже в подготовительной группе. Чаще лепить, раскрашивать, не выходя за края. Собирать конструкторы для того, чтобы ручки были готовы к работе, к письму. Кроме того, уметь концентрировать внимание, уметь работать самостоятельно и какое-то время, хотя бы непродолжительное, сидеть спокойно. Это тоже очень важно. Кроме того, было бы неплохо, если бы ребенок различал звуки, умел различать гласный от согласного, глухой, звонкий, твердый, мягкий. Если какие-то дефекты речи у ребенка присутствуют, тоже желательно бы их исправить до поступления ребенка в школу. Ну и как бы банально это ни звучало, режим дня, который тоже нужно организовать и соблюдать на протяжении всего времени. А режим дня что в себя включает? Ну, предположим, если у ребенка есть, ну, само собой, пробуждение, завтрак и прочее. И обязательно, если в детском саду есть время на занятия, то и на выходных дома у ребенка тоже должно быть это время на занятия. Допустим, с мамой порисовать или там полепить, собрать конструктор, чтобы у ребенка выходные не расслабляли. И у него каждый день должен быть, он должен быть занят какой-то учебной деятельностью, пусть даже в игре. А вот знаю, что многие родители, они стараются выбрать учителя своему ребенку. Да, понятно, что это сложно сделать, потому что школы там закреплены за микрорайонами. Но вот все равно, правильно ли это, нужно ли выбирать учителя? Если выбирать учителя, то на что нужно ориентироваться? Вот здесь тоже такой достаточно спорный вопрос, потому что с этим сталкиваемся мы, как учителя. Да, и слегка, наверное, неприятная такая ситуация, когда начинают выбирать учителя. Потому что каждый учитель, он имеет свои методы и приемы обучения. И нельзя сказать, что какой-то учитель лучше, какой-то хуже. Я думаю, тут, наверное, нужно основываться именно на программу, по которой хотите заниматься. Если ребенок имеет тягу к математике или же хочет изучать языки, стоит тогда обращать внимание на углубленные программы, предположим. Если вы хотите, чтобы ребенок занимался в традиционной программе, то я не думаю, что тут имеет значение именно учитель. Тут, наверное, на программу все-таки нужно ориентироваться, на своего ребенка и на программу. Еще есть такое мнение, что, ну, не мнение, а вообще тоже такой извечный спор, кто кого должен воспитывать. Школа воспитывает ребенка или родители все-таки, это все-таки важнее родительское воспитание, чем школьное. Вы как считаете? Я вот, наверное, на этот вопрос ответила бы вопросом к вам, Ольга. Скажите, что самое главное в жизни человека? Ну, конечно, семья. Семья, конечно же. Человек рождается в семье, он строит свою семью и продолжает общение со своими близкими. Именно в семье формируется умение любить, понимать, умение трудиться, умение учиться. В принципе, школа – это как продолжение и дополнение тому, чему научили в семье ребенка. Мы тоже учим детей толерантность и уважение друг к другу, работа в коллективе, бережное отношение к окружающему миру, к животным, книгам и прочее. То есть это как дополнение. В идеале учитель и родитель, они работать должны в одном направлении, и только тогда мы придем к какому-то общему знаменателю и ребенку действительно сможем научить хорошим манерам, хорошему поведению. Что касается дистанта, да, наши школьники какое-то время находились на дистантном обучении. Как вы считаете, вот основываясь на вашем опыте, есть плюсы у такого обучения или нет? Из своего опыта хочу сказать, что дистант пришелся у нас на конец первого класса. Благо, что мы уже изучили алфавит, детки уже могли читать и писать, но тем не менее это было очень сложно. Сложно в первую очередь для детей, и мне было сложно ориентироваться и родителям тоже. Время уроков, оно не всегда совпадало с удобным временем работы родителей. Поэтому с технической точки зрения были проблемы. Дети должны были выйти в определенное время на конференцию. Мы онлайн решали какие-то задачи, мы учились писать. А как учить писать? Через экран. То есть вот здесь, как учителю начальных классов, мне было очень сложно. Опять же, потому что мы в начальной школе должны видеть глаза детей, эмоциональную атмосферу в классе. Вот ты чувствуешь, когда нужно что-то повторить, что-то рассказать, может быть, подойти, подправить. Особенно если мы говорим первый класс, письмо, положение руки. Это постоянный контакт с ребенком должен происходить, а во время дистанционного обучения это отсутствовало. То есть ты как за стеклом, как за ширмой. И очень сложно в этот момент ребенка донести то, что бы ты хотел. Я думаю, что в начальной школе это сложно, сложно, очень сложно. Удалось вам вот этот пробел восстановить в знаниях, подтянуть, чтобы было на дистанции упущено? В первом, первая четверть второго класса как раз-таки началась с того, что мы повторяли всю четверть дистанционного обучения. Слава богу, детки молодцы, они все повторили, все закрепили. И сейчас мы вспоминаем об этом. Я очень надеюсь, что этого не повторится. Искренне. А что касается гаджетов? Сейчас же у всех детей с садичного возраста есть планшеты, телефоны мобильные. Как вы считаете, стоит использовать их во время уроков? Ну и именно с обучающей целью, понятно, что не играть. Нужно ли такое вот обучение современное? Сейчас детки приходят в школу очень часто с проблемами зрения. И я как учитель, наверное, все-таки скажу против электронных учебников, против планшетов, потому что в первую очередь мы заботимся о здоровье детей. Они достаточно и так много времени проводят за играми. Сейчас уже дети первоклассники, многие приходят с зависимостью от игр. То есть пусть лучше они будут максимально отдалены от этого. Я все-таки считаю, что традиционные учебники и вообще книга в печатном виде все-таки она должна быть. И любовь к книге, как же можно привить ребенку, используя цифровые технологии. Это все хорошо. Мы тоже используем цифровые технологии на уроках. У нас есть практически в каждом кабинете электронные доски. Она позволяет и видео просмотреть мы можем, и она интерактивна. Мы можем поработать, и каждый ребенок выходит к доске, схемы составляет, таблицы. То есть, в принципе, нам, наверное, этого достаточно. И опять же, мы должны учитывать нормы СанПин. Мы не можем весь урок работать именно с цифровым инструментом. А как вообще, задели тему любви к чтению, как вообще в современном мире можно ребенку привить любовь к чтению? Что нужно сделать? Ну, девочки, ладно, они как-то помягче. Вот мальчику, как мальчика заставить читать? Ну, не то, что заставить, но как его, чтобы он полюбил, действительно, не из-под палки читал, а чтобы он взял книжку и начал читать. Что делать? Ну, в первую очередь, конечно, нужно понимать, что любит сам ребенок. Если ему интересна техника, ему бы, наверное, было интересно почитать о технике. Если ему нравятся животные, то он, наверное, животных бы тоже прочитал. И опять же, книги мы обязательно должны подбирать по возрастным категориям. Опять же, взрослые книги мы ребенку тоже не заставим прочитать. Ну, и, в принципе, желания, наверное, не возникнет. Кроме того, семейное чтение. О нем тоже частенько забывают сейчас, потому что мы сами, в принципе, информацию быстрее найдем, наверное, в интернете, нежели будем искать в энциклопедиях или еще в каких-то источниках информации. Но хочется сказать, что семейное чтение, наверное, когда каждый из членов семьи прочитал бы какой-то отрывок из любимого произведения. И сделать это какой-то традицией. Пусть это будет вечер-воскресенье. Все дома готовятся к завтрашнему рабочему дню. И вот много ли надо? Час-два посидели, пообщались. И ребенку, возможно, захочется на следующий раз рассказать что-то еще. Или заинтересует его, если есть еще в семье не один ребенок, допустим, а их несколько, может быть, его заинтересует та тема, которую затронул его брат или же сестра. Я думаю, что вот так можно. А процент читающих детей, вот именно любящих чтение в вашем классе? Честно скажу, мало таких ребят, которые самостоятельно читают. Я даже иногда задаю домашние задания не по учебнику, а именно самостоятельное чтение. Причем тут очень важно обязательно спросить их о том, о чем вы прочитали, произведение какого автора почитали, почему. И когда они рассказывают об этом в классе, я останавливаю на самом интересном моменте. А вот кому интересно стало прочитать, предположим, и кто-то заинтересовался буквально сегодня и завтра. То есть послезавтра они читать не будут. У меня, наверное, меньше половины, скажу, к сожалению, читают сами. Но если я задаю самостоятельное чтение, они читают практически все. Потому что здесь обязательно оценка учителя идет, и они друг перед другом хотят похвастаться. Ведь я тоже прочитала, мне тоже нужно рассказать. А отвечать они у меня очень любят. Такие активные ребята очень. А сейчас ввели еще электронные дневники, да? В общем, насколько вы считаете это нужно в начальной школе, эти электронные дневники? И была ли польза от обычных дневников, которых дети сами записывали задания? Электронные дневники, честно скажу, по-первых, я встретила негативно. Мне показалось это очень сложно, это нужно время. Опять же, бывают проблемы иногда с интернетом или еще какие-либо. Но на самом деле она упрощает гораздо работу учителя в первую очередь. Если мы говорим о детях, наверное, здесь нужно будет... Здесь очень много зависит от родителей. Или ведь нужно родителям отправить скан, или же позвонить, продиктовать домашнее задание. Вот тут ребенок не всегда справляется сам. Но сейчас я обратила внимание, что у меня сейчас ребята в третьем классе, и практически у каждого есть приложение, которым они пользуются самостоятельно. И они сами могут просмотреть домашнее задание на завтра, на послезавтра, то есть наперед. И они начинают к этому привыкать. Я думаю, что современные дети, они вот именно к такому роду инструментов привыкают гораздо быстрее, чем, наверное, взрослые, возможно, даже. Как же замечания в дневник пятерки, в дневник двойки, в дневник... Как же там стереть двойку? А замечания ведь там тоже можно писать, как учитель. И иногда бывает, приходится. Или наоборот, хочется похвалить ребенка. Но есть такой пункт замечания. И рядом с оценкой высвечивается облачко, и здесь записано то, что учитель хотел донести. А когда мы пользовались бумажными дневниками, вот каждый учитель должен был собрать дневник, каждому написать там, предположим, даже того же домашнее задание, или замечания какие были. Сейчас у нас все более проще, потому что у нас раньше не было возможности связаться с учителем, у родителей не было возможности связаться с учителем. Сейчас есть очень много групп в социальных сетях. Как раз-таки родители могут в любой момент задать вопрос именно там. И учитель также может о замечаниях сообщить тоже там. А как же вот можно было раньше там эту двойку заклеить и сказать, мама, это пятерка, там исправить хвостик, подрисовать, аж уже так не получится. Ностальгия. Все, уже все. Расскажите, есть какие-то такие интересные моменты, которые вы используете, когда даете ребятам какой-то сложный материал? Есть какие-то приемы такие, какие-то игровые, может быть, приемы, может быть, какие-то нестандартные, а подача материала? Что у вас в вашей копилочке педагогической есть? Да, конечно. На самом деле сейчас мы стараемся уроки преподавать не так, как возможно это было тогда, когда я еще, вот, предположим, училась. Я помню, как начинался урок. Здравствуйте. Тема урока, предположим, такая-то. И выполняем упражнения. Сейчас абсолютно по-другому строятся уроки. Деятельностный подход к обучению мы используем и проблемное обучение. То есть в начале урока создается небольшая проблема, которая, естественно, требует своего решения. Это и будет мотивация. Детям хочется узнать, а в чем же, как решить эту проблему, какие методы подобрать. То есть мы очень часто на уроках прибегаем к проблемному обучению и игровые технологии, безусловно. В детском саду ведущая вид деятельности – это игра. А детки, которые приходят из детского сада в первый класс, не могут сразу перестроиться на учебную деятельность. У нас в школе учебная ведущая деятельность. Естественно, в первом классе мы очень часто играем. Понятно, что это игры не те подвижные, которые они играли чаще в детском саду. Это дидактические игры. В первом классе его достаточно часто, во втором уже поменьше. К третьему, к четвертому классу мы тоже играем, но там уже игры такого рода, как, например, игра КВН, игра Крестики, Нолики. И в такой соревновательной атмосфере дети показывают свои знания, и можно оценить, чему научились. То есть на разных этапах урока можно прибегать к игровым технологиям. Ваши ребята больше всего какие уроки любят? Какие предметы, уроки, задания? Что самое любимое у них? А тут, наверное, не скажу однозначно, потому что очень разные дети. Кто-то любит русский математик, кому-то очень нравится окружающий мир, кто-то не любит окружающий мир просто, потому что не лежит душа. То есть вот тут не могу сказать однозначно. Это было бы интересно, наверное, у детей спросить. А у вас какие самые любимые предметы? Какие? Вот с каким вы готовитесь и идёте прям, парите прям, не идёте, а летите на урок? Я, наверное, люблю русский язык. Почему-то русский язык и математика. Это, наверное, основные. Может быть, потому что где-то в голове сидит во мне всё равно учитель и думает о том, что к этим урокам нужно готовиться более тщательно, ведь они основные предметы. В начальной школе и вообще в принципе. И экзамены ведь ребята сдают и по русскому, и по математике тоже. Поэтому, наверное, на эти предметы я трачу больше времени на подготовку. Хотя и всё остальное тоже интересно. Вы ощущаете вот этот груз ответственности? Потому что всегда считается, что учитель начальной школы это, наверное, один из самых важных людей вообще в жизни любого человека, и от этого зависит, какая будет в дальнейшем жизнь. Сможет учитель найти подход к ребёнку? Не сможет? Как с этим жить? Мне кажется, что я выполняю просто то, что я люблю делать. И я не думаю об этом. Потому что если задуматься, насколько ты важный человек в жизни каждого ребёнка, тут, наверное, тяжело было бы работать вообще в принципе. Тут, наверное, не знаю, вот как-то сложно ответить на этот вопрос. А ваши первые ученики, они уже выпустились из школы? Они куда-то поступили? Вы поддерживаете связь? Да, мои первые ученики. Сейчас мальчишки ушли в армию. Девчонки в основном учатся в нашем социально-гуманитарном колледже на учителей начальных классов. Я, естественно, с ними общаюсь. Они приходят на практику к нам в первую школу. И они с удовольствием вспоминают наши уроки. И даже иногда, когда я, опять же, работая со студентами, приглашаю их на мастер-классы, на открытые уроки, всегда сотрудничаю, и они всегда говорят о том, что вот это я помню, у нас это тоже было. И мне как раз хотелось на этих моментах, на открытых уроках, немножко напомнить им о детстве. У нас были моменты, когда девчонки должны были прийти только на один урок, а они остались на все уроки, потому что так им не хотелось уходить. Они вспомнили детство. Правда, очень здорово, очень приятно, когда дети проявляют, дети уже взрослые, проявляют уважение и любят, я так думаю. Сейчас учителя, в частности, да, очень популяризируют свои уроки и что-то даже выкладывают в дань моде, в ТикТок, какие-то уроки, задания с детьми выкладывают. Как вы считаете, нужно это делать или все-таки должна быть какая-то дистанция, какая-то строгость? Опять же, если возвращаться к дистанту, мне было очень сложно работать через экран с детьми, мне нужно живое общение, мне нужен контакт. Я бы, наверное, не смогла вести какие-то ролики, видеоблоги, даже если с образовательной точки зрения смотреть. По крайней мере, в начальной школе это будет очень проблематично, потому что, опять же, если мы говорим именно про социальную сеть ТикТок, в которой дети сейчас очень часто сидят и смотрят видео, маленькие дети, они не умеют фильтровать информацию, они не понимают, что хорошо, что плохо, и очень часто начинают копировать поведение и ситуации, которые они видели на экране. А на самом деле эти ситуации не всегда бывают положительными, поэтому все-таки я бы отказалась от ТикТока и, честно говоря, максимально оградила бы, особенно маленьких детей, от этой социальной сети. Вы за традиционное образование? Я вот как-то, да. В этом году вы приняли участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года». Расскажите, пожалуйста, о том, почему вы приняли участие, как так получилось, что вы туда поехали, представляли Нениский округ? Я участвовала в региональном конкурсе «Учитель года», он проходил у нас в городе и заняла второе место. Первое место учительница поехала на Всероссийский конкурс в 2020 году, он проходил в декабре. А следующий год должна была поехать я, так как у нас конкурс «Учитель года» проходит раз в два года, следовательно, наступила моя очередь, так сказать. Чему я безмерно рада? Я очень рада, что я там оказалась, и, честно говоря, этот конкурс, он стал для меня каким-то, как некая личная трансформация. Я внутри себя выросла, я стала себя понимать, я вижу цель, я вижу возможности, могу я достичь этой цели или не могу. И этот конкурс, он стал для меня как старт для дальнейшего профессионального развития. Что там делают? Каким образом строится этот конкурс? Как вообще он проходит? Начнем с того, что конкурс проводится в том городе, откуда победитель. В нашем случае мы приехали в Ростов-на-Дону. Замечательный город, гостеприимный. Очень много различных мероприятий. Нас то на выставки возили, то на экскурсии куда-то. Кроме того, естественно, мы должны были проходить конкурсные испытания. Первое конкурсное испытание было, это методическая мастерская. Здесь нужно было для членов жюри представить свои методические наработки, которыми каждый из нас пользуется. Второе, наверное, самое интересное было, это как раз таки урок. Вот здесь нужно из методической мастерской выбрать приемы, которые мы используем, тоже взять их на урок и, соответственно, проработать их с детьми. После этого выбирают 15 лучших участников. Они считаются лауреатами конкурса. Из этих 15 у них продолжаются конкурсные испытания. Затем из них выбирают пятерку. И снова продолжаются конкурсные испытания. И затем победитель. В этом году победила учительница, замечательная девочка, Екатерина Костылева из города Тюмень. Как вы думаете, могут наши учителя когда-то, однажды, стать победителями этого конкурса и чтобы проходил потом сам конкурс у нас на Ринмаре? Это очень большая работа. Дело в том, что когда приходим, я смотрю с точки зрения человека, который живет в маленьком городе. Региональный конкурс проходит у нас в городе. И когда приезжают учителя с больших округов, естественно, у них отбор был больше. Они сначала победили в школе у себя, затем они победили в городе, затем они ехали в область и побеждали уже в области. Соответственно, у них столько за плечами пройдено, что они готовы к каким-то масштабным победам. Я думаю, что можно попытаться хотя бы войти в 15. Это будет очень здорово именно для нашего региона. Мы здесь, правда, очень маленькую территорию занимаем. У нас нет возможности участвовать где-то еще вне своего города. То есть мы здесь ограничены небольшой территорией. Если мы будем чаще выезжать на какие-то другие именно педагогические конкурсы, то здесь, возможно, можно делать ставки. А пока, пока, вот правда, поняла, что я еще должна была расти до этого конкурса. А я тут раз и поехала. Нет, ну это же опыт, это же все равно. Это опыт, конечно, конечно. Я очень рада, что я там побыла все-таки. Все-таки очень. Это большой опыт. И как-то вот, честно говоря, даже на мир другими глазами посмотрела. Я вот на самом деле безумно рада тому, что меня окружают такие замечательные люди. Это я поняла сейчас, отсутствуя три недели. У меня замечательная семья, у меня замечательные друзья. А какие у меня коллеги. Ведь каждый из них, они мне просто помогали и делом, и советом. Плюс ко всему голосование, когда было объявлено. Мне было очень приятно, что мне звонили, писали и друг другу посылали. Поголосуйте. Как это приятно, как это здорово. Я так рада, что у нас такие люди здесь живут. И они меня окружают. Что бы вы пожелали своим коллегам и родителям, и ученикам? Родителям хочется пожелать любить своих детей, воспринимать их такими, какие они есть. Ведь они копируют наше поведение, и воспитываем мы их в первую очередь. Это наше продолжение. И хочется пожелать детям хорошего настроения, отличных отметок в школе. Пусть пишут письма Деду Морозу, они обязательно исполнятся все желания. А педагогам, коллегам? Благодарим терпения, дорогие. Хорошего завершения учебного, учебной четверти. А себе вот что бы вы пожелали перед Новым годом? Говорят, что уже можно загадывать желание, Дед Мороз услышит, и будет подарок. А если не сбудется? Ну, оно все равно сбудется. Сбудется? Конечно. Себе я пожелаю, а себе я пожелаю профессионального развития. Спасибо, что нашли время, пришли к нам на эфир, приходите к нам еще. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что гостем нашей студии стала учитель начальных классов Гаюна Хатанзейская, участник всероссийского конкурса «Учитель года». До свидания, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok